Новые жертвы! В Павлодарской области угорела еще одна многодетная семья. Сколько человек погибло на этот раз? Жила целым, сгоревшим. Женщина была беременна. Каким образом смогли выжить двое детей? Что теперь ждет сирот? Забастовка. 200 нефтяников не вышли на месторождение. Какие требования выдвинули сотрудники подрядной компании Крачаганак Петролиум Оперейтинг? Переговоры ведут местные власти, прокуроры и руководство. Пойдут ли рабочим на уступки? Релакс на службе. Полицейские пытались купить массажное кресло. Правда ли, что оно стоило почти полмиллиона тенге? Объявление разместили на сайте госзакупок. Отучить отдельных жадных и алчных чиновников жить за счет незаконного обогащения. Как часто госслужащие тратят бюджетные деньги не по назначению? Минус 38. Казахстан бьет рекорды по низкой температуре. Неужели минувшая ночь стала самой морозной? С какими странами нас сравнили? Сколько человек попали в больницы с обморожениями? Происходит формирование некрозы. И почему в случае пожара не стоит рассчитывать на помощь огнеборцев? В Западно-Казахстанской области взбунтовались рабочие подрядные организации «Карачаганак Петролиум Оперейтинг». 200 человек отказались выходить в смену. Они потребовали улучшить условия труда и на 100% повысить зарплату. По их словам, за труд в тяжелейших условиях они получают от 80 до 90 тысяч тенге. Руководитель компании KKSCHM предложила им лишь 25% надбавку. На это работники не согласились уладить трудовой конфликт. Работодателю помогли Аким города Аксай, полицейский и прокурор. Рабочим предложили подать коллективное обращение, обещали тщательно изучить все пункты. Только после этого строители согласились выехать на месторождение и возобновить работу. В конце дня стало известно, что руководство пошло на 50% повышение оклада. В Казахстане задумались на тем, как улучшить жизнь многодетных семей. Сегодня сенатор Берганы Матимова обратилась к бизнесменам. Она призвала руководителей крупных строительных компаний бесплатно отдавать часть квартир нуждающимся семьям. Ну а в Министерстве труда и соцзащиты назвали дату, когда объявят принятые поправки в закон о социальном обеспечении нуждающихся. Проблемы многодетных мам на слуху у казахстанцев с начала недели. А после официального обращения женщин к властям вопрос с толкомом в горле и у членов Кабмина. При правительстве создана рабочая группа, которая должна за две недели найти способ, а главное деньги, чтобы улучшить условия жизни казахстанцев, оказавшихся в тяжелом положении. Ровно через две недели эти все предложения, они будут озвучены и средства массовой информации все будут знать о том, как будет работать Министерство труда и социальной защиты в этом плане и как будет работать правительство для того, чтобы максимально этот вопрос решить. Для сотен многодетных мам самый острый вопрос это крыша над головой. Чтобы жить хоть в каком-то комфорте, двоим взрослым с малышами нужна как минимум двухкомнатная квартира. Но чаще всего таким семьям выбирать не приходится и люди снимают времянки или комнаты в общежитиях. Сенатор Берганым Айтимова заявила, что знает, как помочь. Я бы хотела, чтобы мы все-таки обратились сегодня к бизнес-сообществу, особенно к строительным компаниям, которые зарабатывают в этом бизнесе и которые процветают на самом деле. Пусть они возьмут на себя часть квартир в своих строящихся домах, отдадут многодетных семьям в своих регионах, в своих территориях, в столицах, в Алма-Ате, там где наибольшая потребность в этом есть. О бедственном положении казахстанцев оказалось, знает и детский омбудсмен Сауле Айтпаева, поймать которую для представителей СМИ дело не из легких. Если мы хотим получить здоровых детей, счастливых детей, то мы должны создавать им условия. И первое условие это то, что максимально кто-то из родителей должен быть больше времени уделять детям. Очевидно, что дети нуждаются в любви и заботе. Это истина, не имеющая исключений. Но одно дело, когда родитель отдает все свои чувства и воспитывает в теплом доме с полным холодильником продуктов. И совсем другое, когда мама и папа вынуждены сутки напролет проводить на работе, чтобы заработать на пачку макарон и аренду крохотной комнатушки. В Казахстане продолжают регистрировать случаи отравления угарным газом. Накануне ночью в Баянаульском районе Павлодарской области погибла еще одна семья. Тела двоих детей, их родителей нашли в собственном доме. 39-летняя женщина была на седьмом месяце беременности. В течение дня их не было. И брат женщины, матери их, пошел туда, а они внутри закрыты. Ну, естественно, пригласил людей, взломал дверь, зашли, а они уже мертвы. Трагедия произошла в селе Узенбулак. В этот момент дома не было двух старших сестер. Студентки находились в районном центре. Там они учатся в аграрно-техническом колледже. По словам Акима района, сейчас с девушками работают врачи и психологи. Сиротам выделят однокомнатную квартиру. Предварительной причиной может быть отравление угарным газом, либо это пищевое отравление. Села целые, не сгоревшие. Дома запаха ничего нет. Отапливать дом углем опасно. Но у жителей дачных массивов и негазифицированных сел нет выхода. Поэтому спасателям остается лишь советовать, как предотвратить пожар и не отравиться угарным газом. К ним прислушалась и наш корреспондент Эльмира Ержанова. С утра я вычищаю залу из печи и трещины замазываю, чтобы тяга была и дым не шел в комнату. День для матери и четырех детей Линды Кремер начинается с тупки печи в пять утра. Затем женщина отводит детей в школу и начинает собирать дрова в округе. Купить уголь за 21 тысячу тенге за тонну семья не может. Шестеро человек живут на зарплату отца семейства, а это 55 тысяч тенге. Плюс пособие по многодетности 10 тысяч 500 тенге. Денег едва хватает, чтобы оплатить кредит и на продукты. После трагедии в Астане стала сильно бояться за жизни детей, поэтому отвезла их к родственникам. Нам бы газ в дом провести, но это стоит около миллиона тенге. Огромные деньги. Ходила за помощью в Акимат. Там только обещают помочь. Выполнят ли в Акимате обещания, еще неизвестно, а пока придется тщательно следить за печью. Чтобы снизить риск задымления, необходимо чаще чистить дымоходы, замазывать трещины и чаще белить печь. Так сразу будут заметны трещины, из которых угарный газ может проникнуть в помещение. И еще перед печной дверцей нужно положить жестяной лист размером 50 на 70, что поможет избежать пожара. Угарный газ определить невозможно. Возможно только почувствовать симптомы. Это у нас является головная боль, тошнота, рвота, потеря ориентации. То есть головокружение могут быть. Спасатели не устают предупреждать жителей об опасности пользования печным отоплением. Особенно просят взрослых беречь детей от отравления угарным газом. Ведь именно малыши быстрее подвергаются воздействию ядовитых паров. А тем временем синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана. Сегодня ночью в Астане, Акмолинской, Кустанайской, Североказахстанской и Казалардинской областях ожидаются морозы до минус 40 градусов. Астана и Караганда уже попали в рейтинг самых холодных городов мира. Как такую низкую температуру переносят наши граждане, расскажет Людмила Батюшкина. Аномально холодно даже в южных регионах, местами до минус 25. В Караганды и Астане сегодня отменили занятия в школах. В семье Усть-Каменогорске и Кустанай на уроки ходят только старшеклассники. За три дня мороза в Карагандинской области 22 человека получили обморожение. Есть и люди, которые длительное время что-то работали, что-то делали на улице, естественно, отморозили конечности. Но есть и люди социально не совсем благополучные, конечно, там, среди них. Но они, как правило, обращаются уже в поздние стадии, когда происходит формирование некрозов на оперативное лечение. По этой причине наплыв обмороженных врачи ждут через два-три дня. Различные травмы из-за гололеда получили 320 человек. Сегодня ночью дороги были закрыты из Караганды в направлении Акмолинской области по Владару и Кустаная. Из-за морозов возрастает число пожаров. Но и огнеборцам в морозы приходится нелегко. При хороших минусовых отметках пожарным приходится прикладывать неимоверные усилия, вплоть до того, что замерзает вода в рукавных линиях, в магистралях, на разветвлениях. В североказахстанской области создали более 300 пунктов обогрева. Спасатели только и успевают вызволять водителей снежных заносов. В нескольких городах страны активисты запустили акцию «Подвези в мороз бесплатно». Призывают автомобилистов забирать замерзших граждан с остановок. Метеорологи обнадеживают. Долго такие морозы не продлятся. На выходных погода изменится, потому что к нам подходит раздел фронтальный, теплые фронты и циклон. На Востоке еще сохраняется мороз. В семи регионах возникла угроза паводков из-за 28 бесхозных гидротехнических сооружений. Около 350 дамб, мостов и гидроузлов недавно отремонтировали. В Венесуэле собирают подписи против вмешательства США. В Каракасе прошел митинг, на котором поддержали действующего президента Николаса Мадуро. Но это лишь небольшая часть населения. По сути, венесуэльцы разделились на два лагеря. От ней поддерживают Мадуро, другие – Гуайто. Компания по сбору подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы началась накануне. Любой гражданин, предъявивший удостоверение личности, может присоединиться к заявлению с требованием к Вашингтону прекратить давление на Венесуэлу. Компания по сбору подписей проходит по всей стране и будет продолжаться до конца недели. Ее главной точкой стала площадь Боливара в центре Каракаса. Сам процесс сопровождался митингом под лозунгом «Янки, идите домой!». На площади были установлены портреты президента Николаса Мадуро и сцена, где выступали артисты. Ситуация может разрешиться 12 февраля. На этот день назначено крупное шествие оппозиции. Противники Мадуро планируют направиться к правительственному зданию. Они полагают, что не встретят сопротивления. По их мнению, Мадуро уже не пользуется поддержкой. А армия и полиция не будут препятствовать участникам шествия. Мы хотим защитить наши права и интересы. Многие из нас думают, что внешние силы пытаются захватить наше национальное богатство. Куклы политиков в образах жутких клоунов станут героями карнавала в Ницце. Барионетки карикатуры на политических лидеров и звезд кинематографа пройдутся по улицам в дни ежегодного карнавала. Он стартует 16 февраля. На этот раз праздник будет посвящен 100-летию ведущей киностудии «Лазурного берега». Политическая сатира – одна из отличительных черт карнавала в Ницце. Он проводится уже 146 лет подряд. Гигантские куклы, изображающие лидеров разных стран – от Ким Чен Ына, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона до Владимира Путина и Дональда Трампа – явятся публики во время предстоящих уличных шествий. Мастера придали им облик пугающих персонажей поп-культуры. Еще одна категория персонажей – звезды и антигерой кинематографа. В их числе и Харви Ванштейн. А вот супругу президента Франции Бриджит Макрон кукольники изобразили в образе Мэрилин Монро. Вообразите, что так мы воспринимаем других как нечто наводящее страх, то есть как клоунов. Это вполне сочетается с духом карнавала. Бывший главный врач Алматы Серегбол Мусинов обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Уголовное дело уже передали в суд. На посту главы управления здравоохранения Серегбол Мусинов проработал недолго – всего 11 месяцев в сентябре прошлого года. Его освободили от занимаемой должности. Правда, в связи с чем тогда так и осталось загадкой. До этого Мусинов успел проработать на аналогичных должностях в Мангостаусской и Семипалатинской областях. Был заместителем министра здравоохранения и социальной защиты. И ответственным секретарем в этом же ведомстве. Дату суда на ДЭК с чиновникам, как и сумму взятки, следственные органы не назвали. Что уж что, а вот злоупотреблять своими служебными поломочиями наши госслужащие любят. Да и не только они. Полицейские Туркестана планировали купить вот такое массажное кресло за 422 тысячи тенге. Объявление об этом было размещено на сайте госзакупок. Сегодня об этом на коллегии агентства по делам госслужбы рассказали общественники. С помощью новой программы мониторинга они предлагают отслеживать такие нерациональные запросы. Более того, по их данным, 72% всех закупок проведены с ограничением конкуренции. В основном это искусственное завышение или занижение цен. Отремонтировать дорогу стоит миллиард тенге. Проводят конкурс там на 100 миллионов тенге. Соответственно, на него никто не приходит, потому что нереально этот участок сделает за 100 миллионов. Но приходит одна компания, которая должна победить. С ней заключают контракт на 100 миллионов, а потом путем дополнительных соглашений доводят сумму уже не на миллиард, а на 3-5 миллиардов. И здесь мы сейчас на коллегии приводили пример, когда один из заказчиков в прошлом году объявил конкурс на 29 миллионов тенге, разыграл его и потом путем 10-ю соглашениями доволил сумму без увеличения объема до 5 миллиардов. Антикоррупционные органы намерены усилить контроль за госслужащими, которые незаконно богатеют. В прошлом году коррупционные преступления совершили 1290 человек. В том числе 25 руководителей республиканского значения. Выявлено более 80 фактов системной коррупции, из-за которых государство понесло ущерб на 21 миллиард тенге. Только активные силовые методы Национального бюро и Комитета национальной безопасности способны отучить отдельных жадных и алчных чиновников жить за счет незаконного обогащения. Эту работу мы будем усиливать изо дня в день. Приближается сезон ремонтов и строительства. И мало кто знает, что именно в феврале можно купить многие строительные материалы со скидкой. Отечественная компания «Идеал Стоун» предлагает казахстанцам широкий ассортимент облицовочного камня. Светлана Блажко готовится к наплыву покупателей. Компания объявила зимние скидки. Ей надо проверить, есть ли товар в наличии и при необходимости заказать со склада. Говорит, что нынче в моде дизайн лофт. И чтобы быть в тренде, в компании создают 20 разновидностей облицовочного камня. У нас очень большое разнообразие кирпича. Есть имитация под натуральную кладку кирпича, есть под состарившийся древний кирпич, есть английская классика кирпича. Каждый кирпичик у нас клеится отдельно. Я хочу показать вам наш электрический камин. Он наделан нашим камнем. Здесь присутствуют декоративные элементы, которые мы тоже производим. Всего здесь использовано максимум 3 квадратных метра камня. «Идеал Стоун» отечественная компания занимается полным циклом от дизайна до создания камня. Фактура выливается из натурального камня. В производстве используются только силиконовые формы высокого качества, которые передают мельчайшие нюансы натуральных материалов. По сути, этот облицовочный камень тяжело отличить от настоящего. Кроме разновидности фактуры, в компании «Идеал Стоун» представлена самая широкая цветовая палитра. «Полностью камень изготавливаем в Казахстане. Не обходится, конечно, без импортных составляющих. Это импортный белый цемент, немецкие красители, которые позволяют добиться нужного качества, в том числе и экологичности. Наш камень не фонит, нет радиационного фона, как у натурального камня». Камень от компании «Идеал Стоун» не опасен для людей и животных. Его можно использовать для облицовки любых зданий, в том числе ресторанов и жилых домов. Его отличительная особенность – угловые элементы. В натуральном камне это невозможно. Димаш Кудайберген с триумфом прошел во второй тор американского шоу «The World's Best». Эксперты в разных сферах отдали ему 98 голосов из 100 возможных. Звезды забросали певца комплиментами. Всемирно известная актриса Дрю Берримор сказала, что Димаш, Куин и Поворотти в одном лице. Ведущий шоу Джеймс Корден заставил зрителей кричать позор двум из ста экспертов, которые не отдали свои голоса за Димаша. Конкурс «The World's Best» – это новое шоу на американском канале CBS. Участвовать в нем могут виртуозы в любой области. От Казахстана также примет участие и Данелия Тулешева. Пока неизвестно, какую композицию Димаш исполнит во втором туре. Ну а в первом – это была песня на французском языке «SOS». Казахстана также примет участие и Димаш.